Война требует значительных ресурсов, денежных, оружия и живой силы. Сейчас российская экономика выживает за счет того, что с огромными скидками продает газ и нефть Турции, Индии и Китаю. Но последствия войны в итоге ощутят все россияне. Но сейчас не об этом, а о том, что в армию катастрофически нужны люди. Иначе и Путин, и его окружение не смогут задержать даже то, что уже захватили. Помните нашумевший слив документов Пентагона, которые попали в сеть, где якобы раскрываются детали войны России против Украины? Американские власти сами подтвердили, что, по крайней мере, часть этих документов подлинна. Почему же я сейчас о них вспомнил? А вот почему. Американское издание New York Times пишет, что там, в частности, идет речь о том, что ФСБ обвиняло Минобороны России в сокрытии реальных потерь в Украине. Спецслужбы предъявляют претензии, что, мол, военное ведомство не учитывает в своих отчетах потери среди бойцов Росгвардии, наемников ЧВК Вагнера и военных, отправленных в Украину из Чечни. Эту информацию американской разведке удалось получить, вероятно, из перехвата в электронных сообщений. Ну и самое главное, ФСБ оценивает количество убитых и раненых со стороны России в 110 тысяч человек. Украинский генштаб при этом ведет свой собственный подсчет и озвучивает куда более печальные для России цифры. Количество только убитыми уже уверенно стремится к 200 тысячам. А воевать во имя идеи Путина кому-то ведь надо, значит, армию нужно укомплектовывать. Мобилизации в России, конечно, вроде бы как и нет, но с другой стороны она вроде бы как и есть. Такая себе мобилизация Шрёдингера, если говорить академическим языком. Ну а если по-простому, то не кнутом, так пряником на войну все равно людей загоняют. Вот, например, рекламный ролик, призывающий россиян, цитирую, быть мужиками и идти на войну. Смотрите сами. Субтитры создавал DimaTorzok Снять такой ролик очень дорого, вы уж мне поверьте. Спецэффекты с претензией на Голливуд, съемки, постановки, монтаж. Там нормальная сумма денег выходит. А сняли его за бюджетные, то есть за деньги, которые российское правительство вытащило из карманов простых россиян. Но сейчас не об этом. Давайте пройдемся по смыслам. Охранник, спортивный тренер и таксист, главный герой ролика. Каждый из них работает, обеспечивает себя, ну и, наверное, свою семью. Но вот авторы ролика говорят, ерунда все это. Не мужики вы. Хотите быть мужиками? Идите на войну в Украину. За это вам будут щедро платить из того же бюджета приблизительно 2,5 тысячи долларов в месяц. Ну, правда, в рублях. Очевидно, авторы патриотического ролика, когда его делали, не успели прочитать статью российского издания «Москл Таймс», в котором говорится о том, что за время войны в России значительно вырос спрос на медикаменты для улучшения потенции. Только с начала этого года продажи препаратов этой группы выросли почти на 40%. Что ж, стресс влияет на здоровье. Это медицинский факт. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков продолжает успокаивать народ, что, мол, мобилизация не планируется, ну, хотя в прошлый раз он говорил в аккурат то же самое. При этом новый закон, который позволяет уже вручать электронные повестки, похоже, вступил в силу. Телеграм-канал «Россия против мобилизации» сообщает, что письма счастья через госуслуги в военкоматы уже рассылают мужчинам. Вот, например, скриншот, который опубликовал житель Волгограда. Но не электронными повестками едиными. Многие до сих пор по старинке получают и бумажные. Вот, например, мне на глаза попалось видео, где, получивший повестку, призывник делает из документа косяк с марихуаной. Так говорит автор видео. И нужно использовать эти повестки. Смотрите сами. Сейчас покажу, что с повесткой надо делать. Это сразу. Кстати, в реестре воинского учета теперь будут и дети. Центральная избирательная комиссия будет передавать личные данные из списка избирателей, в которые, я напомню, внесены все граждане России возрастом от 14 лет. Нет, призывать детей, конечно, вряд ли будут. Но, тем не менее, отпетлять от службы будет еще сложнее. Россия под видом цифрового государства уверенно превращается в цифровое гетто. В доказательстве могу еще напомнить вам о системе распознавания лиц уличных камер. Ну и понятно, что в этот раз никто уже за границу не уедет. Правозащитные организации и юристов, которые консультируют россиян, как же уклониться от службы, пачками объявляют иностранными агентами. А Ростех теперь еще будет выдавать и соответствующим органам информацию об авторах телеграм-каналов. В частности, тех, которые помогают отпетлять. Ну а если уж призвали, то, конечно, можно пойти в отказ. Многие говорят, что уж лучше в тюрьме, чем умереть в Украине. Может и так, судить не мне. Но только тюрьма в случае с уклонистами – это оптимистичный сценарий. Много говорят о заградотрядах. Но некоторые называют эти сообщения мифами. Только вот вам свежее фото, где отказников держат в подвале. Нет, это не Донбасс. Это воинская часть в поселке Пакино Владимирской области. В этом подвале, говорят, одновременно держат 40 человек. Понятно, что ни о каком справедливом судебном процессе речи быть не может. Большинству из тех, кто на этом фото, суд меру пресечения не избирал. На войну можно многое списать. О том, что российская армия недоукомплектована, говорят и косвенные факты. Например, традиционного парада на 9 мая, который так любит Путин, не будет. Не будет и шествия так называемого бессмертного полка. И только Дмитрий Медведев обещает парад в Берлине, если Германия не прекратит оказывать военную помощь Украине. Кто, правда, там будет маршировать – непонятно. А может быть, он так хочет стимулировать население идти в армию, обещая заграничные поездки. Кто знает. Сейчас россиян массово вербуют. Нет, если серьезно, то не для участия в параде на Берлинской Унтерден-Линден, а для войны в Украине, оправданной только в голове у Путина, пытающегося реанимировать давно умерший Советский Союз. Паблики госучреждений, школы и даже детские сады – везде идет агрессивная агитация за вступление в ряды российской армии. Армейская реформа, так увеличение численности войск преподносят российские власти. Министр обороны страны Сергей Шойгу в конце прошлого года заявил, что армия увеличится на полмиллиона человек. Уже в этом году заговорили о наборе 400 тысяч контрактников. Журналисты издания «Новая газета Европа» насчитали более 70 тысяч тематических объявлений только в социальной сети ВКонтакте. Порядка 70% из них появились с марта этого года. Согласно подсчетам издания, почти 90% всех объявлений – это реклама контрактов с Минобороны. Еще 2,5 тысячи – это посты о поиске добровольцев и наборе ЧВК «Вагнера». Кстати, сейчас в России существует около десятка различных частных военных компаний. Их контролируют разные государственные структуры и приближенные к Путину лица. «Антитеррористическая группа», «Редут антитеррор», «Моран секьюрити групп», «Славянский корпус», «Российские системы безопасности», «Енот», «Щит», «Мар», «Патриот». Сегодня мы ездили, разбирались с вновь созданными ЧВК. Вся страна теперь решила, что они, как ЧВК «Вагнер», сумеют Родину спасти. И поэтому вместо того, чтобы дать нам возможность набирать людей, управлять ими воевать, создаются всякое разное непонятное. Из-за конфликтов наемников с официальными силовыми структурами Москвы часто может сложиться впечатление, что ЧВК – это что-то одно, а регулярная армия – это что-то совершенно другое. Да, конфликты есть. Да, ЧВК всегда пытаются выйти из-под контроля. И контролировать боевиков действительно крайне сложно. Но они все, все без исключения, так или иначе, подчинены либо Министерству обороны, либо ГРУ Генерального штаба, либо ФСБ. Российские частные военные компании организованы и экипированы лучше регулярных войск. Там царит тюремная дисциплина, что неудивительно. Ведь все мы понимаем, какое количество зэков туда уже набрали. Между самими ЧВК тоже жесткая конкуренция. Каждая из них пытается доказать, что ее наемники более мужественны, профессиональны и эффективны на поле боя. Вот, например, Пригожин в подконтрольном себе телеграм-канале опубликовал вот это видео, где я выясняю это отношение с боевиками ЧВК «Поток». Смотрите сами. Так, парни, вопрос главный, чем пришел. Че съебали? Позиции. Без связи, без БК. Это понятно, без связи, без БК. У меня вот смотрите, вот главный вопрос, который я уже там себе озвучил, как бы, и сам понимаю. Ноги и руки такие же, как у нас. Вот длинного возьми сейчас. Как у тебя позвонили? Мирон. Мирон. Вот возьми Мирона сейчас, отправь в Молькино, правильно? Три недели обкатай его в Молькино, две недели обкатай его здесь, поставь в штурмовое подразделение, дай ему, блядь, бронежилет, каску накорми, напои, блядь, дай ему рацию, объясни, и вперед он пойдет, блядь, штурмовиком будем через месяц, правильно? И штурмовиком будет оху**ым. Мне сегодня с утра звонит, блядь, один большой, который вас организовывал всех, и говорит, дай, блядь, бы мне лесоруб раненых вытащил. Сам Пригожин называет ЧВК поток голубым потоком, потому что поток контролирует Газпром. Ну, а еще потому, что Пригожин намекает на недостаточную мужественность его бойцов. Я же недаром начал этот блог с агитационного ролика, главный месседж которого – ты же мужик. Почему я рассказываю о Пригожине и его конфликте с другими вооруженными группировками России в блоке о мобилизации? А вот почему. Сейчас частные военные компании России также испытывают кадровый голод из-за колоссальных потерь в Украине. Сам Пригожин утверждает, что в составе его армии осталось всего 6 тысяч человек, способных воевать. Поэтому просят Путина отдать ему 200 тысяч мобилизованных и осужденных. Вагнер вербует людей через специальные центры, которые уже развернул в 42 городах России. А еще есть мобильные вербовочные пункты. В группе ЧВК ВКонтакте говорится, что только за апрель сотрудники компании планируют посетить более 36 тысяч населенных пунктов. Для того, чтобы вести незаконную и неоправданную войну против Украины, Россия не только нивелирует жизнь и личный выбор своих же граждан, но и пренебрегает собственными же законами. Частные военные компании запрещены в России. Статья 359 Уголовного кодекса страны предполагает до 18 лет лишения свободы за наемничество и участие российских граждан в вооруженных конфликтах. А знаете, почему такое суровое наказание? Вот вам официальный пояснительный комментарий. Смотрите сами. Общественная опасность наемничества заключается в том, что оно является средством, способствующим разжиганию и поддержанию вооруженных конфликтов, созданию нестабильности в мире. Для достижения этих целей используются лица, основным источником существования которых становится путь профессиональных убийц. Наемники принимают участие в военных действиях, вооруженных конфликтах, в странах, гражданами которых они не являются, и на территории которых не проживают. Они убивают людей, совершают иные акты насилия над ними, разрушают социально-экономические, культурные объекты, присваивают национальные ценности, личное имущество граждан. Очевидно, эту пояснительную записку российские власти восприняли как план ведения боевых действий на территории Украины. Поэтому российская армия и совершает все эти чудовищные преступления, о которых я вам уже неоднократно рассказывал. Очевидно, насиловать, грабить и убивать – это и есть то самое. «Быть мужиком» в сознании российского правительства. Поэтому оно и тратит миллиарды бюджетных рублей не на поликлиники и школы, а на создание образа убийцы. При этом эксперты скептичны в прогнозах. Набрать запланированное количество людей, несмотря на прессинг, вряд ли удастся. Проект «Электронный ГУЛАГ» рискует провалиться, так как огромное число айтишников уже сбежало за границу, скрываясь от той самой мобилизации и репрессий. Ну и военкоматы, которые работают все так же, как они работали десятилетиями. А цифровать амбарные книги для них та еще задача. Конечно, сейчас за эту работу готовы взяться десятки самых крупных российских игроков, которые будут бороться за бюджетные миллиарды. Но это уже совсем другая история. Еще с начала полномасштабного вторжения в Украину российские власти как могли заманивали мужчин в армию. Классикой жанра стал муж в обмен на дрова. Да, в самой богатой природным газом стране в армии мужчин привлекают обещанием обеспечить семью дровами, пока муж на фронте. Ты же мужик. Но, как всегда, в России что-то пошло не так. Вот совсем свежее видео. Жительница станицы Переградной у Рубского района Карачаева-Черкесской республики Ирина Никифоряк жалуется, что обещанных дров так и не дождалась. Правда, без подарка не осталось. Мой муж 24 января 23 года добровольно мобилизован. Местные власти у Рубского района мне обещали оказать помощь привезти мне дрова. Вместо этого они мне привезли два билета в цирк. Сейчас у России есть три возможных сценария развития событий. Первое – это прекратить войну. И шансы, что Путин пойдет на это добровольно, мизерны. Ну а если война продолжается, то тут либо стратегическое поражение, либо мобилизация. Кстати, став контрактником, уволиться из армии практически нереально. Сейчас Минобороны заключают бессрочные контракты, которые будут завершены только по решению Путина. Ну и в завершение блока скажу лишь, что шансы, что открытая мобилизация все же будет, велики. Недаром же своим ртом эту идею озвучивают российские депутаты. Михаил Шеремет, к примеру, призвал отправить на фронт всех мужчин. «Нужна не частичная, а всеобщая мобилизация. Мы должны воевать всем миром, как говорится. И каждый должен нести свою сопричастность вместе со страной. Я думаю, что этот конфликт уже давно бы закончился. Мы про СВО бы все писали книжки и истории», – сказал депутат. Ну а пока в основном пишут спорного качества песни и снимают к ним ролики.